Друзья, всем привет! С вами снова ваш IT-балабол Николай Сверидов. Это значит, что вы по-прежнему на моем канале, где мы продолжаем балаболить про IT-шечку без стереотипов. И сегодняшний ролик будет посвящен нашей замечательной библиотеке PyTest для тестирования питания чего-кода. Поговорим сегодня про использование контейнеров для создания инфраструктуры нашего тестируемого приложения. Но прежде чем мы перейдем к основной теме, я попрошу обратить ваше пристальное и драгоценное внимание на платформу Boosty и на мою страницу на ней. Через эту страницу вы можете поддержать меня финансово. Ваши микродонаты, они очень и очень сильно помогают мне делать контент. Так что прошу, пожалуйста, не пренебрегайте этим. Каждый донат важен. А для подписчиков самых высоких уровней я предусмотрел дополнительные бонусы, с которыми вы также можете ознакомиться на платформе Boosty. Бонусы будут постоянно пополняться. Ну, а мы переходим к нашей основной теме. Итак, в одном из прошлых роликов мы говорили с вами о том, что у нас при написании тестовых сценариев часто бывает полезно выполнять какие-то либо действия до, после выполнения наших тестов и иметь инструменты для управления некоторыми частями тестовой инфраструктуры. Но по поводу тестовой инфраструктуры мы с вами не говорили подробно, что это за тестовая инфраструктура. То есть мы говорили то, что это некая база данных. Например, в прошлый раз мы использовали SQLite 3, но может быть такая ситуация, когда у нас используется база более сложная, чем SQLite 3. Например, Pastgres или MongoDB или тот же самый Elasticsearch в качестве поискового движка или как на SQL-хранилище. И вот здесь вот уже не получится отплясаться так, как мы отплясывались с SQLite 3, потому что у SQLite 3 есть замечательная особенность. Эта база просто хранится в виде файла с расширением DB и нет никаких проблем. Вы можете просто этот файл взять, перекинуть своему товарищу и все будет замечательно. А если эта база не создана, то при попытке подключения Python сам под капотом эту базу создаст. Ну точнее не Python, а Driver SQLite 3, который будет установлен на вашей машине. Но с Pastgres и прочими вещами так не прокатит. И соответственно, один из способов как-то все подружить с PyTest, это установить на ту машину, где вы будете прогонять тесты, прям вот какой-то Pastgres. Самый настоящий, самый боевой. Или Elastic, то есть как стендалон приложение. Но этот способ не очень удобный, потому что он требует зачастую дополнительных настроек и, скажем так, он не очень и демпатентен. И демпатентность это термин, который обозначает, что при повторении каких-то операций вы будете получать один и тот же результат. Вот, скажем так, это все будет очень и очень много вопросов вызывать. Если у вас там что-то начнет падать и вы будете копаться в конфигах базы, зачем вам, собственно говоря, это нужно? Особенно будет обидно, если вы путем прогонки тестов что-нибудь в базе поломаете. Ну, зачем это надо? Поэтому, как мы смотрели в прошлом ролике по фикстурам, очень круто иметь именно тестовую базу данных. Но как мы будем выходить из этой ситуации? Два инстанса Pastgres держать у себя на машине, это как-то странно. Допустим, один на порту 5.4.3.2, другой на каком-то другом. Но есть выход. Нет, это использование контейнеров. И вот вкратце напомню, почему мы вообще заговорили про использование какой-то базы данных. Мы говорили в прошлом ролике о том, что у нас есть боевой модуль, в котором у нас есть какой-то определенный набор функций, которые ходят в базу в рамках нашего боевого приложения. Но, поскольку мы не хотим в рамках тестов взаимодействовать именно с боевой базой данных, мы обязательно создаем базу данных, которая будет именно тестовой. Да? И шатаем эту самую тестовую базу данных так, чтобы у нас никаким образом не страдала наша боевая. При этом, разумеется, есть еще способ, где мы запросы к базе мокаем. Но как-нибудь, если захотите, я потом про него расскажу. Обязательно напишите в комментариях, ребята, если вам интересен разбор всяких тестов, где мы мокаем эти запросы. Ну так вот, я делаю, как правило, все тесты по хардкору. То есть я поднимаю тестовую базу данных в контейнере. Что это из себя представляет? Это значит, что вы просто пулите с докер хаба нужный вам контейнер, соответственно, образ контейнера, докер имидж. Собираете из него контейнер и в рамках теста подключаетесь к этой самой базе данных точно так же, как вы подключались к базе SQLite 3, например, в нашем прошлом ролике. А все остальное у нас остается по-старому. И давайте, я имею в виду по-старому по сравнению с прошлым роликом. И давайте переместимся с вами в наш замечательный PyCharm и посмотрим на небольшое приложение, которое я написал на FastApp, для того, чтобы понять вообще, о чем идет речь, как мы будем использовать наш прекрасный докер. Сегодня я предлагаю вашему вниманию две замечательные ручки, два эндпоинта. Значит, один это эндпоинт на создание пользователя, другой на удаление пользователя. То есть, на создание это пост-запрос, у которого здесь для простоты будет прокидываться просто юзернейм и в базе будет создаваться запись. И такая же ситуация с удалением. То есть, DeleteUser мы будем прокидывать UserId и будет происходить UpdateUserSetIsDeleted. То есть, мы будем выставлять флаг IsDeleted в положение True, что будет означать, что наш пользователь удален. И будем вот такие вот типовые ответы возвращать, что UserHatBeanCreated, и будем отдавать ID-шник юзера, который у нас был создан. И то же самое с UserHatBeanDeleted, но UserId тут не отдаю. Ну, это на самом деле не суть важной сейчас. Значит, механика этих двух ручек, она достаточно проста. Давайте посмотрим теперь на структуру базы. Про базу не забываем то, что я создаю структуру базы, в любом случае, неважно, это в тестах, либо во время боевого разгона, так сказать, нашего постгресса. Обязательно нужно все свои изменения в базе делать с помощью миграции. Что такое миграция? Миграция, это, по сути, воспринимаете это как некое атомарное изменение вашей базы данных в процессе ее жизнедеятельности. Сказано сложно, понимаю, поэтому перевожу на крестьянский язык. Это история изменений структуры вашей базы данных. И где это бывает очень полезно? Давайте представим, что у нас есть проект, который у нас развивается, и в процессе его развития у вас там добавляются, убираются новые колонки, создаются новые таблицы и так далее и тому подобное. При этом, если у вас будет возникать такая ситуация о том, что вам нужно портировать все ваши изменения вашей базы данных на какой-нибудь, допустим, другой сервер, то вы же не будете ходить по всем таблицам, которые у вас когда-либо были созданы в вашей базе, потому что их может быть великое множество, открывать там DDL-и всякие, вот эти вот Data Definition Language, смотреть, а, собственно, какой запрос эту базу создает, какие там есть индексы и все остальное. Лучше как-то это все автоматизировать. Вот миграции, они предлагают подобное решение, что давайте мы будем все вот эти вот записи, как история транзакций, да, хранить в отдельной какой-то директории, например, в рамках проекта, но это самый простой вариант, и все эти транзакции, прошу прощения, все эти миграции, они будут друг за другом идти в списке, да, то есть связаны друг с другом, и когда вы захотите, значит, прогнать, собственно, всю историю, которая у вас существует по вашей базе данных на каком-то другом сервере, вам нужно будет просто применить эти миграции из соответствующей папки и последовательно все эти изменения там за какое-то вменяемое время, короткое, накатится на ваш новый сервер, и вы будете иметь в точности ту же самую структуру, что вы имели на своем продакшене, да, на старом сервере, например. Я здесь для упрощения написал только один шаг, вот этот вот step create table users, то есть мы создаем таблицу юзеров, значит, user id serial, username text is deleted bool. Коротко расскажу о том, что здесь написано, да, мы создаем три поля в нашей таблице, сериал означает то, что поле user id у нас будет иметь интеджер тип и будет автоинкремент, то есть начиная там с единицы, не помню, то ли с нуля, то ли с единицы, будет постепенно увеличиваться при дозаписи какого-то нового юзера, да, то есть мы user id не будем прокидывать явно, ну, так предполагается, будем просто генерировать это в базе, автоматически присваивая. username, ну, соответственно, это имя пользователя, и из deleted это флаг изменения видимости, ну, то есть это удален пользователь или нет. Почему? Это удаление делать лучше через вот такой флаг, потому что если вы будете физически удалять из базы, это дополнительные накладные расходы на переиндексирование, потому что вы убираете данные из нее, и, как правило, тоже хорошо бы отслеживать историю изменений базы, да, то есть пользователь там удален, не удален, то есть если вы там еще добавите какое-нибудь поле updated date, то есть что когда последнее изменение было, это может для вас иметь какой-нибудь полезный business value, то есть это можно использовать где-то в работе. Соответственно, откуда взялся вот этот вот файл страшный, да, миграции, то есть я его не писал, разумеется, руками, существует такая библиотека, которая называется yo-yo migrations, в requirements она указана, вот вы можете увидеть ее, нет, вы ее не увидите, потому что я ее сюда как раз и не дописал, но нет ничего проще, сейчас я посмотрю, какую версию у меня стоит на интерпретаторе, я пишу pip freeze, значит, grab yo-yo, и он мне выдал то, что yo-yo migrations 8.2.0, это я сюда добавляю, замечательно, то есть если я захочу поставить себе ее migrations, я могу сделать, ну, разумеется, pip install, минус r, да, из requirements я все это запустил, у меня все уже установлено, вот такие вот у меня require-ы, значит, как создать новую миграцию, я просто пишу yo-yo new и указываю, значит, и указываю, что в какую папку я хочу записать свою новую миграцию, значит, пишу yo-yo new migrations, смотрите, у меня открывается вот такая вот кракозябра в Vime, очень похожая на то, что у нас здесь есть, это, разумеется, заготовка миграции, вот у меня создан уже временный файл, который следит за тем, как я редактирую в Vime вот эту вот красоту, и я не буду тут ничего писать, я просто сразу напишу wq, чтобы он записал, он меня спрашивает, нужно ли там прокатить эту миграцию на базе данных, значит, сохранить для последующих использования, я говорю, нет, мне ничего пока это не надо, значит, и у меня создался вот такой вот файл миграции, смотрите, он у меня, написано Depends, зависит от вот файла с таким названием, вот, это этот самый файл, то есть они связаны, то есть yo-yo будет при попытке накатить миграции, видеть, что сначала накатывается вот этот файл, потом вот этот, и они как по цепочке будут связаны, при этом, если мы зайдем в самый первый файл, в исходный, тут у меня Depends'ов нет, ну, потому что он является самым начальным, самым нулевым, то есть если бы я хотел здесь, допустим, какую-то вот в этом файле создать сейчас дополнительную колонку в моей таблице, я бы написал здесь alter table, там, add column, что-нибудь, бла-бла-бла, да, но поскольку на самом деле у меня нет необходимости никакие миграции сейчас дополнительно писать, я могу все в одну миграцию запихнуть, то я эту миграцию удалю. Вот, такая история вот с одной миграцией, которую вы можете разрастать до неимоверных масштабов, да, допустим, тут таблицу с кучей всяких параметров задавать, пока вы не катанули ничего на продакшн, то можете свою миграцию изменять как угодно, как только вы в продакшн миграцию уже отправили, то все изменения по базе должны происходить в рамках новой миграции. И давайте, значит, сейчас мы прокатим эту миграцию, единственное, что я посмотрю, что у меня база сейчас не хранит никакие таблицы, скорее всего, да, они есть, это вот старые таблицы, я их удалю, ну, это не то, что старые, просто я, скажем так, готовился к этому выпуску, значит, все, таблицы у меня нет, и давайте посмотрим, сделаем select from users, увидим то, что мне The Beaver отдал ошибку, сказал то, что relation users does not exist, то есть его не существует, и как теперь нам прогнать нашу миграцию. Сделать это достаточно просто, я, кстати, вот в Redmi файлы тут указал, значит, есть вот такая вот команда, ее apply-dash-database, дальше мы пишем подключение к нашей базе, да, то есть это может быть как база ваша локальная, так и база, которая находится где-то на удаленном сервере, если там безопасники не заприватели это таким образом, что вы не можете написать, что вы не можете со своей локальной машиной подконнектиться к этой базе, такое тоже бывает. Дальше указываем путь к миграциям, и вот тут вот флаг минус B, это чтобы он не спрашивал, а просто прогонял все миграции, ну, на самом деле, бывает лучше не писать его, именно когда мы руками гоняем, а не каким-то автоматом, лучше вот в таком виде все это оставлять, но, смотрите, прежде чем мы, значит, нет, давайте все-таки прогоним эту миграцию, я нажму, он меня спросит, нужно ли взять сейчас вот эту миграцию в свою следующую накатку, я говорю, да, он говорит, сейчас я прогоню вот одну миграцию, потому что их может быть больше, я говорю, да, прогоняй, он говорит, значит, опять в future runs, нет, ничего не надо сохранять, но, тем не менее, если сейчас я сделаю, значит, поиск по таблице users, вот у меня таблица users появилась, и если я здесь обновлюсь в debiver, мы увидим здесь несколько всяких таблиц, вот все, что yo-yo, это служебные таблицы для наших записей о миграции, и тут важно помнить, что если вы зайдете в yo-log, и увидите, что, значит, ID миграции, хэш миграции, migration ID, то есть это ID-шник нашего файла, по сути, в котором хранится миграция, что было сделано, кто это сделал, какой хостнейм, и когда это все было сделано, соответственно, так yo-yo определяет вообще, какая миграция была применена, какая нет, если вы повторно сейчас запустите в терминале вот эту команду, то вы увидите, что, значит, никакая миграция больше не будет применена. Что важно, вот это, если мы говорим про, значит, постгресс, да, что мы в постгрессе, значит, накатываем миграции, но, наверное, даже с этого стоило начать, это то, что вам нужно постгресс, конечно, поднять на вашей локальной машине, если вы поднимете ее не в докере, то, разумеется, у вас вот это вот все получится сделать, если вы просто стендалон приложение себе поставили, запустили, и окей, все, миграция у вас накатится, если у вас там имя, базы, все вот это вот совпадает по коннектам в вашем connection-стринге, но, как я сказал, мы будем использовать докеры, и, соответственно, каким образом, значит, мы получим нашу базу данных. Давайте посмотрим на docker-compose-файл, который у нас существует. Почему я использую docker-compose? Потому что в нем очень удобно настраивать сети, всякие переменные окружения, то есть в одном файле сразу для нескольких сервисов. И структура docker-compose-файла наша такая, значит, версия композа, я расписываю сервисы, сервис у меня один-единственный, это моя база данных, я ее обозвал pastgres, это название сервиса. Дальше я говорю, какой образ я беру, взял pastgres 14.1 alpine, облегченный, такой нетяжелый параметр restart, говорит то, что если у меня база загнется, то этот контейнер будет зарестарчен, и дальше я задаю переменные окружения. Postgres user, postgres password и postgres db – это задание имени базы дефолтного юзера и дефолтного пароля для него. Дальше я прокидываю порты, слева у меня порт гостевой операционной системы, то есть это порт в моей системе, да, а справа это порт в контейнере, то есть порт 5.4.3.2 контейнер смотрит на порт 5.4.3.2 моей системы. Дальше у меня идет раздел с сетями, я задаю одну-единственную сеть esnet, она тут называется, но на самом деле лучше назвать ее custom как-нибудь, потому что я просто из-под эластика брал этот файл, поэтому тут можно как бы переименовать, но при этом, если посмотреть, у меня не задано, к какой сети подключен мой postgres. Ну, на самом деле, networks я напишу здесь custom, то есть это не обязательно, вот то, что я вот это сейчас делаю, это не обязательно, но крайне желательно, потому что у вас потом будет, возможно, больше сервисов, и сервисы друг в друга захотят смотреть. Вот, я пока, значит, остановлю свои контейнеры, docker stop, docker ps-acu, я, ну, просто вот с нуля, docker rm, удаляю контейнеры, которые я сейчас остановил, ps-acu, f, status, равно exited, и удалю сеть docker network run. есть. И давайте проверим, что действительно контейнеры убиты, здесь я не увижу уже никакой записи, потому что, да, соединение прервано, ну, ничего страшного, давайте напишем команду docker-compose, минус f, docker-compose, local-up, минус d, и вот у меня поднялся мой docker-compose, при этом все, опять у меня все хорошо, значит, обновлю, ни одной таблицы тут не будет, потому что все стерлось, том я здесь не проставлял, что такое том, как-нибудь запишу ролики по докеру и расскажу вам, как это вообще все работает. Вот, значит, мы подняли снова с вами в докере всю эту историю, если мы сейчас в нашем прекрасном терминале запишем yo-applied database pastgres, бла-бла-бла, migrations, он снова предложит нам прокатить миграцию, я скажу, да, прокати, ладно, оставь это, я нажму y, да, для будущих запусков, сохрани, значит, и что? У меня снова появились миграции здесь, то есть они накатились, у меня есть таблица users. Замечательно. Теперь давайте перейдем непосредственно к тестированию нашего кода. Давайте зайдем в наш main, что мы хотим тестировать? Мы хотим тестировать вот эти две ручки, create user и delete user. Соответственно, какие штуки нам пригодятся для того, чтобы это корректно протестировать? Мы в прошлый раз еще говорили, что очевидные вещи, тестовая база данных, мы ее только что подняли, тестовые функции, это тоже мы сейчас напишем в разделе tests. И неочевидные вещи из прошлого раза, но теперь они уже очевидные. Штука для автоматического создания таблиц, штука для очищения базы от тестовых данных, штука для кастомного создания тестовых данных в базе, штука для чтения данных из базы данных в рамках теста. То есть, по факту, что нам нужно сделать? Мы будем тестировать создание пользователя и удаление пользователя. Для создания пользователя мы будем дергать нашу ручку, наш endpoint нашего приложения. А проверять наличие пользователя в базе, реально, что он был создан, мы будем с помощью специальной штуки, которая будет селектать пользователя из базы, прям физически, и возвращать нам данные. Мы будем их сверять с тем, что мы прокидывали изначально. И ситуация с удалением. Мы сначала будем с помощью специальной тестовой штуки создавать пользователя, то есть делать запись в базе, а потом будем дергать endpoint на удаление. Соответственно, проверять будем потом, что у нас действительно пользователь вернулся удаленным, то есть что у него там статус is deleted. И давайте посмотрим на наш файл conftest, в котором у нас хранятся всякие там фикстуры и прочие вещи. Что здесь у нас находится? Значит, я пишу здесь, во-первых, фикстуру для моего тестового клиента, который будет создавать тестовый клиент. Фикстуру для очистки таблиц. Фикстуру для запуска миграции. И две функции для получения и для создания пользователя в базе. Но давайте вернемся в main и поговорим с вами о том, что мы здесь, чем будем пользоваться. Как я уже сказал, это приложение написано на FastApp. Причем я написал его специально для упрощения синхронным, то есть у меня никаких осинка здесь нет. То есть что мы делаем? Мы в составе нашего приложения будем иметь коннект к базе данных. Будем использовать этот коннект для того, чтобы кидать туда запросы и получать, так сказать, на них ответы. Первое, что я сделал, несмотря на то, что это в самом низу написано, я создал функцию, которая называется CreateApp. И что делает вот эта CreateApp? Она создает коннект к базе с помощью использования библиотеки Psycop.pg2. Коннект и используем Database URL. Database URL вот этот, он берет переменное окружение Database URL из переменных, из нашего окружения. Он ее забирает и смотрит, куда мы будем коннектиться. По поводу переменных окружений, ну вот во многих роликах у меня было, я думаю, что вы уже прекрасно понимаете, что это и с чем это варится. Это используется для этого библиотека EnvParse. Создаем экземпляр Enva, да, и дальше оттуда тянем все значения. Значит, после того, как мы получили коннект, мы берем наше приложение App переменную, но переменная App, она была, вот я об этом, извините, не сказал, да, то есть мы сначала создали сам инстанс, сам объект нашего приложения фастапишного, да, мы говорим App равно фастапи, то есть у нас создался объект приложения. Дальше мы начинаем, значит, к нашему приложению прикручивать коннект к базе данных, причем кладем это в поле state.db, то есть мы привязываем такую связанную сущность и возвращаем наше приложение, то есть мы как бы дообогатили наш исходный объект App, пользуясь тем, что он у нас на глобальном уровне сейчас определен. Вот, и, соответственно, дальше в 36-й строчке мы будем с помощью UV-corner запускать наше приложение, да, и оно будет крутиться, вертеться. И не забываем, конечно же, про то, что мы насоздавали тут наших вот этих вот endpoints, покрыли это все декораторами, то есть какие-то функции delete user, create user, которые у нас, значит, содержат определенный роут, по которому мы можем к нему обращаться. И внутри этих функций мы будем обращаться к коннекту базы данных. Я вынес это в переменную database, database равно appstate.db, получаем курсор, и в зависимости от того, какую логику мы выполняем, значит, для создания пользователя мы делаем insert into users, поле username is deleted, вставляем values, процент s это типовая штука, которая при использовании внутри PSY-копка, буду его называть 2, да, будет подтягивать параметр, который мы сюда будем прокидывать, значит, мы подтягиваем сюда username, и поскольку мы создаем пользователя с исходным значением false, что он не удален, ну, мы прям жестко его и прописываем здесь, и пишем returning user ID, то есть мы возвращаем user ID, то есть нам важно, с каким user ID будет создан наш пальзар. Значит, после того, как это будет все выполнено, внутри курсора у нас будет запись user ID, который нам вернулся. Дальше мы говорим нашему коннекту database.commit, коммитим наши изменения, и делаем return user had been created, и отдаем user ID, причем, смотрите, как мы делаем, курсор.fetch1, вызываем метод, нам возвращается кортеж, мы из кортежа берем нулевой элемент, это и будет user ID, ну, можете потом у себя тоже проверить, потыкать, посмотреть, что получится. Ну, конечно, мы тоже это сейчас посмотрим. С удалением такая же история, что database, курсор, дальше экзекьютим, update set, вся та же логика, делаем database commit, ну, здесь я user ID, опять же, опустил, не стал этого делать, ну, опять же, для упрощения. То есть все, у нас есть приложение, которое даже работает. Если я сейчас запущусь, запущу свой main прекрасный, и при этом не забываем, что нам нужно будет в разделе environment variables задать database url. То есть мы вот здесь вот это прописываем, connection string, самый настоящий, да, иначе у нас приложение будет падать. Значит, давайте сходим в бравзер наш, да, сходим на slash docs, и, допустим, создадим пользователя. Значит, try it out нажимаю, user name, ну, какой-нибудь вот такой страшный, да. Запустили, 200 не вернулось, user had been created. Если я обновлюсь, действительно увижу, что здесь у меня произошла запись. Замечательно. Ой, зря я тут потыкал, изменяю базу нашу. Не надо, ладно, все, оставим. Он не удален. Значит, смотрите. Ну, сейчас так получилось, то, что у меня моя база, которая вот тестовая в контейнере поднята, да, я указал тот же самый connect, как и к боевой базе. То есть, конечно же, нужно это все разделять. У вас боевая база, она должна быть отделена от тестовой. То есть не надо одинаковые connect делать ни в коем случае. Вот. И для безопасности можно даже какие-нибудь так называемые флаги делать, что, друг, если у тебя там connect к базе во время тестов отличается от localhost, ты будь так добр, значит, скажи, что человек тут пытается во время тестов пойти в боевую базу. Но это, опять же, выходит за рамки сегодняшнего ролика. Значит, все. У нас, значит, есть connect к базе. Туда что-то пишется, что-то там туда добавляется. И мы теперь можем с вами перейти к нашему файлу conftest, да, посмотреть на наши фикстуры, которые нам понадобятся. Ну, из прошлого ролика вы уже знаете, что фикстуры – это очень крутая штука. Нам понадобится первая фикстура, которая будет возвращать нам тестового клиента. Что в чем назначение тестового клиента? Тестовый клиент – это штука, которая будет позволять делать запросы как бы к нашему серверу, да. То есть во время тестов у нас будет создаваться наша аппа, то есть наше приложение. Вот смотрите, мы будем вызывать create-up, то есть я его импортировал из main. Идея в чем? Вот мы импортировали create-up из main, да. Мы его импортировали. И вызовем его. То есть мы прям создадим приложение, да. Я вот даже сделаю, чтобы вот более явно. Значит, test-up. Вот так вот напишу. Значит, мы создали приложение тестовое. А дальше мы оборачиваем наш вот этот тест-ап, точнее не оборачиваем, мы отдаем его в некий тест-клиент класс, да, который импортируем из fast-api тест-клиент. То есть из-за нас уже все продумали. И вот эта вот штука, вот эта вот обертка, да, значит, нам вернет объект нашего такого специального тестового клиента. То есть наше приложение это как бы серверная часть, а тест-клиент позволяет нам создать клиент, который к этой серверной части будет обращаться. То есть там этот тестовый клиент имеет всю информацию о том, какие end-поинты есть у нашего сервера. То есть чтобы можно было прям кидать запросы. И мы с вами записываем это в переменную клиент и делаем yield-клиент. Ну, на самом деле, что-то мне подсказывает, что можно было сделать и return. Для чего yield? Ну, потому что, как мы в прошлом ролике по фикстурам смотрели, у нас yield, это до yield, это будет все делаться до теста, точнее до запуска всех тестов, да, если у меня там в рамках сессии, да, это сделано. А после yield, это после запуска, после прогона всех тестов. Ну, естественно, тут от скопа будет зависеть. Ну вот, мы, в общем, возвращаем этого клиента. И дальше, что нам нужно еще? То есть в рамках тестов, да, вот мы получили тест клиент, мы теперь можем к нашим прекрасным ручкам обращаться из этого тестового клиента. Второй момент, который для нас важен, это поскольку у нас в момент, когда мы подняли наши контейнеры, ну, один в данном случае, мы, допустим, мы скажем, что мы хотели бы, чтобы не писать команду на прогон миграции, а чтобы сам питон с помощью yo-yo сам эти миграции прогонял. Это тоже можно сделать путем написания вот такой фикстуры, которая будет автоматически у нас использоваться. То есть если у нас тестовый клиент, он будет использоваться по запросу, то здесь у нас будет использоваться это дело всегда перед прогоном тестов. Значит, create database and run migrations. То есть что у нас будет происходить? Ну, create database здесь я лишнего, наверное, сказал. То есть просто можно написать run migrations. База-то у нас создана благодаря докеру. И мы вызываем модуль OS, system и передаем туда, по сути, как бы в терминал, yo-yo apply database, отдаем database URL и migrations минус B. При этом database URL в тестовом кейсе, разумеется, я буду указывать тестовый. То есть здесь это недостаток, что ли, моего кода, но это можете сами подумать, как отрифачить, сделать так, чтобы у нас... Я уже дал вам подсказку, чтобы не ходить на боевую базу. То есть всегда проверяйте, что у вас localhost, а не какой-то реальный домен. Это защитит вас от удаления данных из базы, например, в момент прогона вашего теста. Значит, мы запустим миграции. И дальше последний момент, последняя фикстурка – это штука, которая очищает наши таблицы. И что мы будем здесь делать? Значит, мы будем на каждый тест, да, scope у нас function, auto-use true, мы будем вычищать нашу таблицу. И как мы будем это делать? Мы будем использовать уже запущенную в рамках сессии фикстуру, производную, да, от фикстуры тест-клиент, то есть наш клиент, для того, чтобы вытащить оттуда, значит, connect к базе. Ну, почему бы не воспользоваться им, он все равно там лежит, да, и не запустить команду truncate table users, значит, чтобы вычистить всю эту историю и закоммитить. В принципе, вполне себе пригодная история, но скажу, что здесь тоже я слукавил, потому что, как правило, не используют прям connect от другого, от другой фикстуры, которая использует именно тестовый клиент. То есть здесь было бы правильно написать, что давайте-ка мы напишем отдельную там какую-то штуку, которая будет отдельно создавать connect к базе, чтобы максимально это было все независимо. Но это тоже останется вам на откуп, когда вы будете писать свой проект, попробуйте поэкспериментировать, не все же мне вам, так сказать, показывать. Вот, значит, смотрите, вот у нас есть три эти штуки, и давайте посмотрим на сами тесты, что мы здесь будем делать. Значит, где у меня тесты, 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 папка tests. Test handlers. Два простых теста. Первый – test create handler, и что он делает? Мы создаем юзернейма, да, и, значит, ну мы не создаем, мы пишем, что вот, говорим, что у нас есть юзернейм, лучанас, да, и говорим, что мы будем использовать наш тест клиент, который мы указали в параметрах нашего теста, и, соответственно, мы говорим, что мы будем использовать фикстуру тестового клиента, чтобы она у нас вызвалась. Значит, и будем с помощью тест клиент.пост обращаться к ручке какой-то нашего сервера. Я говорю, что к юзер слэш юзернейм, то есть я буду создавать пользователя лучанас, да. Дальше я буду проверять, что статус мне вернулся 200, об джейсонивать мой ответ, проверять, что у меня в ответе действительно пришел user had been created, буду проверять, что user ID, значит, смотрите, мне вернется какой-то user ID, я не знаю какой, может быть 1, может быть 0, может быть 101. Я сохраняю это user ID в переменную user ID. Дальше я должен, как я вам уже сказал, сходить в базу, прям по-настоящему, достать оттуда данные и сравнить, что туда действительно что-то записалось. Давайте с вами посмотрим на то, что вот это за get user from db by ID. Это просто функция, которая с помощью переданного db-коннекшена, да, то есть тоже создаем курсор, идем в базу, значит, get user by ID query. И единственный параметр, который мы тут смотрим, это ID-шник нашего пальзака. Передаем в виде кортежа, обязательно, иначе не сработает. Значит, нам вернется какое-то значение, да, поскольку я ожидаю, что оно одно, я просто делаю fetch one и прекрасно возвращаю его в качестве результата. Значит, у меня здесь будет user from database, то есть я получил строчку с пользователем, а дальше я проверяю по-элементно, то есть что у меня хранится в нулевом элементе, вернувшейся строке, это будет user ID, ну, позиционно. Дальше у меня будет username и признак удаления, то есть удален или нет. Ну, поскольку я его только создал, там должен быть false, я это, собственно говоря, и проверяю. Вот и весь тест на, значит, создание пользователя. Давайте теперь посмотрим тест на удаление. Ситуация очень похожая, я создаю username, я создаю, смотрите, но теперь я создаю пользователя сначала в базе, чтобы было что удалять, и говорю, что у меня есть функция createTestUserNDB, я буду передавать username, опять connection, isDeleted, который у меня будет по дефолту иметь false значение, вдруг я захочу там удаленного пользователя создать, кто знает, и user ID, который будет у меня integer, но по умолчанию none. И почему я решил ввести это? Ну, вдруг я захочу прям действительно вот с каким-то user ID пользака создать, да, а не так, чтобы полагаться на его сериал. Я буду, опять же, создавать курсор, точно так же. Говорит, что если user ID у меня none, то я буду создавать пользователя по общему flow, так сказать, да, когда я создаю username, записываю username, isDeleted, да, вот с этими двумя параметрами возвращаю user ID. Либо, если я user ID задал, я его, конечно же, тоже докину, user ID, username, isDeleted. Смотрите, у меня username isDeleted, да, так, простите, это я не туда смотрю, query common, ага, вот ошибочка. Значит, если у меня есть user ID, то я должен написать не create user query common, а просто create user query. Вот, теперь все правильно, вот так вот, то есть с каким-то заданным user ID, если вдруг я захочу. Ну и дальше из курсора делаю fetch one, беру нулевой элемент, потому что из fetch one мне вернется строка какая-то, да, и с данными о пользователе я беру оттуда нулевой элемент, что, собственно, и будет у меня являться моим user ID. Соответственно, давайте посмотрим на тест, еще раз тест DeleteHandler. Значит, у меня user ID, сюда у меня записывается мой интеджер прекрасный, который будет хранить себе данные о пользователе, и дальше я проверяю, что действительно у меня случился код ответа 200. Дальше я, смотрите, что делаю. Вот я удалил пользователя, да, то есть я его создал сначала вот на этом шаге, потом я его удалил с помощью ручки, проверил, что ответ 200, а дальше я получаю, опять же, я опять хочу из базы подтянуть данные о пальзаке, из базы, то есть уже без использования моего клиента. Значит, и говорю get user from DB by ID. Значит, использую функцию, которую я уже показывал, да, и я же да, показывал, да, показывал, и отдаю туда user ID и DB connection. А дальше проверяю, что у меня вернулся действительно тот самый пользователь, то есть сравниваю, говорю, что мне не нулевой список вернулся, да, что длина его не ноль. Дальше говорю, что deleted user нулевой индекс – это user ID, то есть что у меня совпадает с тем user ID, который я удалял. И, значит, дальше проверяю юзернеймы и проверяю, что у меня deleted user is true. Ну и давайте с вами подебажимся, давайте подебажимся, и я покажу вам, как все постепенно это работает. Значит, давайте я, для верности, во-первых, спилю миграхи все, которые у меня были созданы. Test handlers, вот, main, давайте придем вот сюда, вот сюда и вот сюда. Есть. Давайте запустим наши тесты. Причем тесты, смотрите, конфиг у меня такой тестов. Значит, путь fast-tap и docker tests, да, то есть это к папке tests я указываю. Указываю, разумеется, переменное окружение, и в working directory указываю корень своего проекта. Этого будет достаточно. Давайте, значит, спилим. Так, не надо никакие изменения сохранять, просто удали все эти таблицы. Будь так любезен. Да, удалить. Все. Значит, мы все удалили. И давайте запустимся в дебаге. Запускаемся. Вот, смотрите, первое, куда мы пришли, запускаем миграции. При этом я вам покажу сейчас, что здесь у меня в Pastgres никаких таблиц нету, да, то есть они не появились. Значит, раз. Так. Значит, проверяем то, что у нас таблицы появились. Обновить. Мы видим здесь, что у нас с вами, значит, появились все вот эти вот юзеры и прочие-прочие товарищи. И теперь мы создаем тестовое приложение, да. Мы возвращаем в качестве результата это тестовое приложение. Оборачиваем, так сказать. Вот у нас идет Create App, вызов создания с тестовой базой. Значит, мы это делаем. Присваиваем туда тестовый коннект к базе. Возвращаем внутрь тест клиента. Дальше идет вот эта вот обертка. Обернули, вернули. Но, смотрите, поскольку у нас еще не все фикстуры прогнаны, мы сначала запускаем Clean Tables, то есть мы очищаем все таблицы. И используем коннект к базе через наш вот этот вот клиент. Значит, мы делаем курсор Execute, Truncate Table, Test Client App, State DB Commit. Значит, все это сделали. Приходим в тест Create Handler. И вот у нас начинается запуск нашего прям вот теста самого настоящего. То есть вся инфраструктура создана. Значит, мы делаем пост-запрос. Мы идем в нашу ручку пост. Записываем нашего пальзака. При этом, вот смотрите, до того, как я сделал commit в базе, мы ничего с вами не увидим. Да, то есть она пустая. Но, как только я сделал commit, мы видим, что появилась запись, что пользователь действительно создан. Отлично. И возвращаем это в качестве результата. Проверяем, что у меня статус 200. Что, значит, вот data from resp, я вызвал JSON, что действительно у меня все то, что я ожидаю. Проверяю ID-шник. И дальше иду смотреть, что в базе у меня действительно создался пользователь с таким user ID. Вот я получил user from database, один Luciano's false. Проверяю все эти три поля. Да, проверил. Замечательно. Дальше у меня начинается подготовка к запуску второго теста. Запускаются все фекстуры, которые имеют scope session. Значит, вот запускается очистка таблицы, да, при этом, смотрите, пока я не закоммитился, тут ничего не пропадет. Вот он фетчет еще, да, то есть он не дает мне прочитать. Я закоммитился. Смотрите, чистота, то есть все удалилось. Прогоняю, теперь удаление. Значит, create user in DB. Он сейчас сначала создает в базе пальзака, да, причем он уже должен его закоммитить, был. Так, курсор execute, курсор fetch one. Ага, вот тут вот я накололся, потому что, скорее всего, сейчас, по идее, delete user. Так, сейчас мы с вами... Давайте с вами запустим вот только delete. Я здесь ошибся насчет того, что у меня create test user in DB. Вот тут надо сделать курсор commit. Точнее, не курсор, а DB connection commit, конечно же. DB connection commit. Вот, вот так. И вот здесь его поставить. Запустить, посмотреть, упадет, не упадет, да, все проходит. Значит, DB connection commit. Вот на этом шаге давайте мы с вами... Вот это вот я все уберу. И запустим только этот тест. Один. Ага, вот он выругался. Database URL not set. Ничего страшного, мы просто скопируем из PyTest. Это из основного. И вот сюда подставим. Окей. Запускаем. Так, это connect создали. Есть. Значит, создаем пульсака. Курсор execute. DB commit. И давайте посмотрим, что здесь у нас действительно, да, уча нас из deleted действительно присутствует. Дальше. Мы пользователя удаляем. Delete user. Update set с user ID 5, да, и делаем database commit. Смотрите. Значит, пока еще не удален, но после commit, во время теста, галка проставилась. И мы возвращаем результат, что код 200. Дальше говорим, что deleted user, get user from DB by ID. Мы получаем точно так же пульсака по IDшнику, да. Мы получаем пульсака с ID 5, луча нас и значением true. Потом проверяем все три поля. Все. Вот у нас два теста было запущено. Два теста у нас было успешно пройдено. И вот этот способ с контейнеризацией я предпочитаю обычным тестом, где нужно мокать. Потому что по моей практике очень много багов потом просто не, как это, не появляются. Потому что сразу же есть работа вот с инфраструктурой почти что боевой. То есть все миграции, все там валидации, если вы прикручиваете их на уровень базы. То есть вы можете увидеть, что у вас там дупликейтед кейрор какой-нибудь возникает. Что у вас там по индексам что-нибудь. Ну, в общем, много всяких прикольных штук. Извините. Ну, ребят, я думаю, что на этом все. 44 минуты ролик получился. Надеюсь, что было не бесполезно. Спасибо, что смотрите. Еще раз напоминаю о важности ваших микродонатов для того, чтобы ролики выходили чаще и качественнее. Вы меня этим сильно поддержите. И освободите мне время от сторонних проектов для того, чтобы я ковал для вас контент. Друзья, спасибо еще раз за просмотр. Всех обнимаю, жму руки. Учите питон, вы молодцы. Всем пока.